Этот урок посвящается Лерифу Шлейма для спасения всех, кто находится в опасности сейчас в земле Израиля, что Всевышний послал исцеление и освободил узников своего народа. Итак, это урок по недельному винегрету, глава Брешит и Талмуд, трактат Кедушин, страницы 57 по 62, 6 дней осталось до субботы. Значит, первый вопрос. После шаббата мы всегда делаем хавдалу, отделение субботы от будничного. Какие из разделений, которые мы упоминаем, да, мы там упоминаем целый ряд разделений, что Всевышний отделил. И в том числе некоторые взяты из нашей главы. Какие? Ответ. Ну, вообще, нуса хавдалы бывают разные, но у нас сейчас более-менее стандартные нуса хавдалы во время Талмуда были разные, как мы еще упомянем мнения. Не даже не мнения, а скорее Талмуд разрешает добавлять к хавдале всевозможные разделения. Но вот конкретно мы сейчас упоминаем в нашей хавдале, в том числе, два из разделений, которые в нашей главе упомянуты. А именно разделившие между светом и тьмой. Это, конечно, сказано в нашей главе, в начале творения говорится, что Всевышний отделил свет от тьмы. Кстати, вильницкий Гаон отсюда учит, что тьма – это не просто отсутствие света. То, что Тора называет хошек, тьма – это не просто везде, где нет света, есть тьма. Тогда о чем вообще говорить? Какое тут может быть разделение? Но он говорит, что тьма – это нечто тоже, это некое творение, так сказать, субстанция, которую Всевышний создал. И есть свет, и есть тьма, и он их разделил. Есть, на самом деле, физические объяснения тоже. У профессора Натана Везера есть попытка объяснить физически, о чем идет речь. Но, по крайней мере, можно сказать, что тьма здесь – это тоже некое творение, как молитва. Мы говорим, буре хошек, создающий, творящий тьму, так сказать. Но, в любом случае, вот это разделение мы упоминаем в хавдале. Бен орле хошек. И еще одно разделение – это, конечно, само отделение субботы от будничного. Кстати, интересно, что как раз Тора не упоминает слово хавдала – отделение, разделение в отношении субботы. Тора упоминает слово «освещение», что Всевышний осветил субботу, но здесь, конечно, освещение включает и отделение субботы от будничных дней. Но само слово хавдала упомянуто именно по отношению к отделению света тьмы, но не упомянуто по отношению к шаббату. Кстати, один из видов разделения, который в нашей главе упомянут, который упоминает Талмуд как вариант. Мы это не говорим, но вот были варианты больше разных разделений в хавдале. И одно из разделений было суши от воды в том числе. И еще. В нашей главе есть много разных разделений. И некоторые попали, во всяком случае, в какие-то нусахи хавдалы. Но у нас хавдала включают только два из них, как я сказал. Окей, следующий мой вопрос. Сказано, что Всевышний сделал светило, миород. И первый раз миород написано без буквы вав, короткая форма, мем, алэф, рейш, тав. А второй раз с буквой вав, и будут они светилами на своде небесном. Почему это так? Сначала без вава, потом с вавом. Есть такая книга от Терет Тора. Я уже несколько раз цитировал. Он собрал разные вопросы и ответы. И потом его попросили это все написать и напечатать. Сначала он просто уроки давал для пожилых людей. И потом он из всего этого сделал книгу. Очень неплохо получилось, на мой взгляд. Он разные использует источники, очень разные. И слова Хазали, и слова разных мудрецов, и хасидские источники. В общем, здесь он пишет от имени какой-то книги Тософот Браха. Что мы знаем, что на самом деле из ближайших светил светит только Солнце. Свет Луны – это, разумеется, отраженный свет. Поэтому технически светилом не назовешь Луну. С другой стороны, Луна видна для нас на небосводе как светило. Она отражает свет Солнца и светит по ночам в те разные времена. Там месяцы, в зависимости от того, насколько она полная. Может всю ночь светить, если посередине месяца, например. Но это все отраженный свет. Он, кстати, считает, что вообще само слово Луна, Левана на иврите, Левана значит белое. Это своего рода эфемизм. Что иногда у нас принято говорить наоборот. Говорят, например, про слепого, что он особо зрячий. Саги Нахор называли слепых. Так вот здесь он предполагает, что Левана, от слова белый, на самом деле Левана черная как раз, темная абсолютно. Но ее называют белой, как эфемизм. Ну, как бы там ни было, первый раз подсказано тем, что словами урод написано без вава, что на самом деле светит только один. Из ближайших к нам светил есть только одно, которое светит, а именно Солнце. Ну, звезды, они очень далеко, и от них мало света. Основной свет у нас только от Солнца. Поэтому написано «ми урод» без вава. Но потом, когда описывается именно, что они будут светить на Землю, то на Земле действительно мы видим свет Солнца и Луны, пусть даже это отраженный свет Луны, поэтому написано уже «ми урод» с вавом. Мне чем-то напомнило это объяснение другой вопрос, который обсуждает профессор Натана Виезер, а именно, почему они называются сначала большими светилами, а потом говорится, что одно из них большое, другое маленькое. Известный Драш и Хазаль на этот счет, но есть и простой смысл. Считает автор, что простой смысл в том, что с одной стороны кажется, опять же, с точки зрения человека на Земле, да, кажется оба светила большими. Все остальные звезды и планеты для нас кажутся малюсенькими, а вот Солнце и Луна — единственные два больших светила, и примерно угол у них примерно такой же, то есть примерно кажется Луной и Солнце одного размера. Потому что Солнце примерно так же далеко удалено от нас, удалено от нас, как Луна по сравнению с размером Солнца. В смысле, Солнце во столько раз больше Луны, во сколько и удалено от нас дальше примерно. Поэтому получается, что мы же видим предметы, чем дальше они, тем кажутся меньшими. Поэтому если предмет, например, в тысячу раз больше, но и отдален в тысячу раз от нас дальше, то кажутся примерно такими же два предмета. Поэтому получается, что Солнце и Луна выглядят оба как большие светила, но на самом деле только одно из них большое. Поэтому Тора подсказала, назвала их сначала большими, а то подсказала, что только одно из них большое, другое маленькое. Окей, наконец, последний вопрос в понедельной главе у меня. Митраж, известный Брешит Раба, приводит такую аллегорическую агаду, что вначале, когда Всевышний решал создать человека, он спросил у разных ангелов в том числе. Наверное, это основано на том, что, говорится, «Наосе Адам» — «сделаем человека во множественном числе». Такое впечатление, что Всевышний как бы советуется с кем-то. Так вот, говорится, что в том числе хесед, то есть доброта и цедек, справедливость, можно так перевести, цедек, они говорили, что стоит создать человека. Ведь люди немало делают добра и цедаки, и в этом у людей все хорошо. А эмет, правда, да, эмет, и также шалом, мир, они были против. Эмет, потому что люди часто врут, а шалом, потому что люди очень спорят, и раздоры у них постоянные, да, что они все время ссорятся. Поэтому и правда, и мир были против создания человека. Что Всевышний сделал? Он взял и сбросил правду на землю. Это базируется на стихе в Даниэле. На самом деле совсем другой контекст, но есть такой стих в Даниэле, что Всевышний сбросил правду на землю. В общем, таким образом, да, теперь уже в большинстве оказались те, кто за создание человека, и тогда он создал человека. Так вот вопрос очевидный, почему он сбросил на правду, а не мир? И та же книга, Терри Тура, приводит от имени Раби Менаха Мамендала из Коцка. Был такой известный очень хасидский рэби, Раби Менаха Мамендала из Коцка. Он говорит, что большинство ссор и раздоров происходит именно в борьбе за, в кавычках, правду. Когда люди уверены, что они правы, и что остальные все только вред приносят, все остальные неправы, нужно им доказать, нужно их заставить. Каждый борется за свою правду. Если люди только отвлекутся от этой, в кавычках, своей правды, то и мир автоматически наступит. Сегодня это тоже очень верно и для нашего народа, и для Израиля, и для всего мира. Люди перечислить, стали учиться договариваться и смотрят на оппонентов, как на врагов, и полный, так сказать, полный хаос. Разучишь другу служить, у каждого своя правда. Окей, перейдем к нашему трактату, кедушин. Как я уже говорил, тут немало обсуждается насчет того, чем можно или нельзя сделать кедушин. Кроме кольца, разумеется, как обычно делают сегодня кедушин, есть теоретически возможность сделать кедушин с любым предметом, который стоит пруту. Можно дать женщине деньги, можно дать какую-то вещь. Но вот вопрос, какие вещи невозможно сделать кедушин. Разумеется, это ситуации чрезвычайно редкие или вообще не встречающиеся, но это все равно обсуждает Талмуд, как часто обсуждают Талмуд редкие ситуации. В том числе говорится, что невозможно сделать кедушин с мясом, которое сварено в молоке. Потому что есть и сургана, запрещено получать удовольствие. Нельзя никакую выгоду получать от мяса, которое сварилось в молоке. Например, продать нееврею. Ясно, что это не кошерное, невозможно это есть, но и удовольствие получать нельзя. Или скормить животному, скажем, мясо, которое сварили в молоке. То есть, кроме самой варки, запрещено и потом есть, и использовать как-то то, что сварили. Не все же запреты в пищу запрещены бегана. Есть то, что запрещено есть, но не запрещено получать от этого удовольствия какое-то. А есть виды пищи, которые запрещены не только их есть, но и иметь хана. Например, орла. Первые три года новых фруктов, урожая, когда дерево посадили или пересаживали, то три года нельзя орлу использовать. Первые фрукты. Только на четвертый год там определенным образом выкупают или едят в Иерусалиме святости. В общем, три года запрещены фрукты. И они запрещены не только есть, но и бегана. Мы-то, кстати, обсуждали недавно как раз в Кедушине, с помощью орлы тоже обсуждался в трактате Кедушин. Так вот. Значит, хорошо известны раши наших мадрецов. Я думаю, большинство моих слушателей уже это знают. Что это раши это приводит в Торе в паре мест. И здесь тоже приводит этот талмуд. Что то, что сказано в Торе «Не вари козленка в молоке матери», это запрет. Сказан в Торе три раза, и он запрещает и варенье, и еду, и хана. Да, получать удовольствие от этой пищи. То есть, поэтому написано три раза, чтобы запретить все эти три вещи. Например, если человек хочет варить просто для тренировки, был когда-то один религиозный еврей, который пошел в школу очень высокого уровня профессиональных поваров. Таких школ это буквально есть не так уж много во всем мире. Особые там повара готовятся мирового класса. Но в том числе ему нужно было избегать там варенья, молока с мясом. Нужно было какой-то заменитель искать. Даже если не собираешься есть, просто тренируешься. Так вот, наши мудрецы, хазаль, считали, что однозначно, когда говорится «козленка в молоке матери», то это только пример частный. Это не то, что запрещено только козленкой, только в молоке матери. Не всегда понятно в Торе, что конкретный пример, а что общий принцип. Но обычно можно догадаться, когда Тора, например, говорит, что пусть не работает твой бык и твой осел в шаббат, то очевидно, что это не только бык и осел. Это просто примеры. Ну, собственно, там в Торе открыто сказано, что любые животные, бык и осел, это только примеры. Наверное, большинство догадается, что когда говорит Тора не пашина, а быке и осле вместе, то имеется в виду, что нельзя делать работу на двух разных животных. Не только бык и осел. Это просто, опять же, конкретный пример. Хотя мнение Рамбома, что из Торы запрещено только, если одно животное кошерное, а другое некошерное. Если две породы кошерных животных, то по Рамбому запрет только равенцы. Важно. Но, во всяком случае, есть случаи, когда вроде можно догадаться, что запрет более общий. А вот, скажем, шатнес, да, это запрещено только леонный шерсть вместе или любые смеси материалов нельзя смешивать. Разумеется, запрещено только леонный шерсть вместе. Нет никаких других запретов. Это только конкретный пример Тора, он единственный запрещенный. Нет никакого запрета иметь одежду из хлопка льна вместе и носить такую одежду. Иметь и так запрещено, нет запрета. Я не имел в виду носить. Носить запрещено шатнес, но это только леонный шерсть в одной и той же одежде. Если человек сделал одежду из шерсти и хлопка или льна и хлопка или других материалов, в этом никакой проблемы нет. Так вот, вопрос в том, когда Тора говорит не вари козленка в молоке матери. Все из мудрецов Талмуда, насколько мы знаем, вся информация, которая до нас дошла из всех источников, и Бавилонские Талмуды, и все другие источники Хазаль, однозначно считают, что включает этот запрет что-то еще. Что это не только козленка и не только в молоке матери. А вот что именно включает запрет, в этом уже есть диспут. Не все мудрецы согласны, что включается из Торы в этот запрет. Кое-что может быть запрещено раввинами, но вот что именно Тора имеет в виду под козленком и молоком матери. Ну, понятно, что если козленок это конкретный пример, то, видимо, это связано с тем, как пишут некоторые комментаторы, что у коза обычно рождаются как минимум два козленка, и бывает, что человеку не нужно два, он одного режет и варит обычно молоке матери, а откуда еще взять молоко? Тогда люди в основном не на рынке покупали молоко, у всего было свое хозяйство. То есть, у человека родила коза двух козлят, и одного он зарежет и будет варить в молоке матери. Поэтому Тора дает конкретный пример козленка в молоке матери. Но есть и другие ситуации, когда козленок, например, в молоке коровы, или теленок в молоке матери, или не матери. Все эти варианты запрещены согласно козали с Торы. Кстати, из-за Бенезра его комментариев выглядит немножко, что, может быть, основной запрет таки был именно по отношению к матери, но так как бывает, что человек покупает на рынке молоко и не знает, если он купит и говядину, скажем, и молоко, то он не будет знать, может быть, там, примерно молоко матери, из-за этого запрет основной сделали раввиной. Но, во всяком случае, Бенезра, он в любом случае комментирует простой смысл Торы, не на базе, так сказать, Драши и Хазали в основном. Но вот у нас однозначно считается, что из Торы есть запрет, который включает не только козленка, не только молоко матери, но и варение других, допустим, говядины, в молоке козы тоже запрещено варить. А вот запрещено ли из Торы варить, скажем, оленя, мясо оленя в молоке, будь то оленихи или в молоке коровы, да, в обычном молоке? Это уже есть диспут. У нас, Аллаха, что это не запрещено из Торы, как мы сейчас еще увидим. Вот. Тем более птица, да, курица в молоке запрещена только раввинами. Так вот, что касается именно Исухана, да, когда Тора говорит три раза не варить козленка в молоке матери, посогласно Драшу здесь и в других местах Драш говорит, что имеется в виду запрет в том числе не только варить и не только есть сваренное вместе, но и получать удовольствие. На самом деле приводится, что есть мудрец, который с этим спорит, Раби Шимон. В нескольких местах в Талмуде приводится это мнение. Кстати, у нас гирса здесь неполная похожа. В других местах приводится, что это именно тот же самый Раби Шимон, Раби Шимон Бар-Ю-Хай. Вот знаете, Стам Раби Шимон в Минишне обычно это Раби Шимон Бар-Ю-Хай. Здесь не сказано чей он сын, просто Раби Шимон, это обычно Раби Шимон Бар-Ю-Хай. Здесь, Здесь в нашей гирсе это не сказано, но некоторые комментаторы исправляют нашу гирсу тоже в нашей суге в Талмуде, что это именно Рабишим Барьюхай цитирует, другой мудрец цитирует Рабишим Барьюхай. И получается, что Баришим Барьюхай запрет действительно есть. Варись, конечно, и запрет есть, а вот запрета получать удовольствия нет. А что же Рабишим Барьюхай сделает с тем, что этот стих упоминается трижды? Как он будет драж? Какой сделает? На самом деле, насчет этого мидраша, что трижды упомянуто, чтобы запретить эти три акции, варить, есть и получать удовольствие. Этот драж, он не единственный. Есть много других мидрашей в трактате Хулин, в том числе и в Михилте, да, и в других местах, и у Хазаль. Есть много разных мидрашей, почему трижды упомянуто не варикозненка в молоке матери. Вот я вам приведу на обум несколько вариантов, но это не единственные, это просто какие-то примеры. Есть, скажем, мнение, что трижды написан этот стих, чтобы запретить коров, козы и овец. Три породы кошерных домашних животных. Единственные, которые, по этому мнению, запрещены и сторы в молоке. Что варить в молоке не запрещено, по этому мнению, скажем, оленя. Только запрещено домашних кошерных животных. А таких есть только три. Вых, баран, козел. Другое мнение, что, на самом деле, с торой таки запрещено варить даже диких животных в молоке. И тогда три раза упоминается, чтобы подчеркнуть крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и диких животных. То есть тогда овцы и козы, они вместе в одной категории. Цон, то, что называют, тора. Сэ, да, сэ и цон, это может быть и коза, и баран, они похожи в чем-то. То есть коровы отдельно считаются, козы и овцы вместе. И третий тогда стих, соответственно, подсказать, что запрещены также дикие животные. Наконец, есть мнение, что из торы запрещено даже птицу варить в молоке. И согласно этому трижды упомянут стих, чтобы упомянуть и диких животных, и домашних животных, и птиц. Как я уже сказал, у нас халаха следует самому мягкому мнению в этом, что из торы нет запрета ни на птиц, ни даже на диких животных в молоке. Не важно, в молоке собственной матери или в другом молоке. Или если само молоко, например, от дикого животного, а мясо не от дикого. Говядину варить в молоке, например, оленихи. Все это из торы не запрещено. Но раввины, конечно, это все запретили, но нет запрета иметь хана, получать удовольствие. Есть запрет, только есть, сварим. Но сам вакт творения и получение удовольствия раввины не запрещали. Окей, еще один важный вопрос, который здесь трактат Кедушин обсуждает, это Кедушин с помощью трумы. Трума, если вы помните, это то, что отдают обычно коину, то есть от урожая отделяют небольшую часть и дают это коину. Так вот, в отношении к труме сказано, что даже Исраэль, даже не коин, может использовать ее для Кедушина. Казалось бы, это значит, что то ватхана считается как деньги. То есть, то, что труму можно отдать любому коину, который захочешь, это тоже имеет какую-то стоимость. Допустим, я женщине дал труму. Я отделил труму от своего урожая и дал женщине. И она теперь может эту труму использовать для любого коина, который захочет. Может, это сосед, который потом будет ей благодарен. Может, это ее родственник какой-то, который коин. Казалось бы, это тоже стоит денег хотя бы пруту. И тем не менее, тому так не заключает. Тому говорит, что здесь речь идет о другом. Здесь идет речь не о том, что Исраэль отделил труму и дал ее как Кедушин какой-то женщине. Обручился так. Так не сработает. А имеется в виду Исраэль, который унаследовал труму от своего дедушки коина. Может же у не коина быть дедушка по материнской линии, который был коин. Допустим, дедушка умер, и у него остались какие-то части урожая. Дальше трума еще не отделена, но она уже принадлежала дедушке в потенциале. И теперь, когда внук это заполучил, то он не обязан это отдавать коину. Он может это продать теперь коину. Потому что он унаследовал это имущество коина было когда-то, да, дедушки его. Сам он есть-то не может, раз он не коин, но он может это продать коину. Вот уже такое, такая трума, да, она имеет для сомнения стоимость. Теперь эта женщина сможет продать коину, и, соответственно, можно это использовать теоретически для Кедушин. Конечно, все это теория, никто так Кедушин делать не собирается. Тем более в наше время, когда коины все нечистые и не могут есть труму. Вот еще интересное здесь обсуждение. В нашей суге мы учим, что еврейский закон диктует моральные правила в бизнесе. И обсуждается в том числе в случае, когда конкуренция неэтична. Многое из этого будет еще в трактате Бава Батра. Вскоре вот закончится Кедушин, будет три так называемые врата. Бава Кама, Бава Мецея, Бава Батра. Три трактата, которые все составляют. Один огромный трактат Низикин. И вот там будут обсуждаться всевозможные вопросы бизнеса, взаимоотношения между людьми. И в том числе в Бава Батре обсуждается запреток конкуренции определенной. Тут очень много сложных нюансов. Я вдаваться в них не буду. Но просто знайте, что не любая конкуренция разрешена. То, что обычно в нееврейском законе, в секулярном законе в разных странах все разрешается, лишь бы заработать. У нас есть очень много разных ситуаций, когда будет неэтично и неправильно. Например, если человек уже договорился, даже если не сделал никакую транзакцию, еще не сделали ничего официального, но уже договорились о том, что А продаст Б что-то или А наймется работать на Б, то никто не может теперь перебивать. Если другой человек теперь предложит другую цену, чтобы перебить эту покупку, или, скажем, работнику предложить, чтобы работать лучше на него, или наоборот работодателю кто-то другой придет и скажет, я буду работать за меньшие деньги. Раз те уже договорились, это все, возможно, попадает в запрещенные виды конкуренции. Как я сказал, в детали я вдаваться не буду, но тут нужно уже спрашивать в каждом конкретном случае. Тут много есть нюансов, в частности, известный Тософот, который немножко лимитирует, ограничивает действия данного запрета. Кое-что, если хотите посмотреть в Халахе, смотрите в Хошен Мишпад, 237 глава, там подробно это обсуждается. Они это называли бедняк, который копается в пирожке, что ли. Один уже, так сказать, копается там, пусть другой не пытается у него это выбить, забрать у него. В том числе описываю такая интересная история, что какой-то человек хотел купить землю, видимо, они уже договорились, а потом пришел другой раввин и купил ее. Так его спросили, как же ты мог так поступить вероломно? Он говорит, а я не знал, что эту землю уже кто-то другой присмотрел, я мне ничего не предупредил продавец, что уже есть другой покупатель. Тогда он говорит, ну окей, продай эту землю сейчас. Раз так получилось, продай это первому. Он говорит, я не хочу продавать свою первую землю, это моя первая земля, которую я вообще купил, это хороший знак ее не продавать. Но я готов ее тебе подарить. А тот говорит, а подарок я не хочу принимать при таких условиях, что он как бы вынужден делать подарок. В общем, в результате ни тот, ни другой раввин не стали использовать эту землю и стали люди называть это земля раввинов. Один не хотел использовать землю, которую он случайно купил, которую уже другой присмотрел и договорился, а другой не хотел, так сказать, его в подарок за бесплатно получать. Еще здесь очень интересная Исуге, которая, можно сказать, смесь Агады с Халахой, что говорится про то, что условия, которые делаются при разных, в том числе Кедушин и Гет, конечно, но не только, в финансовых вопросах тоже, условия должны быть обычно двойными, как и учит Равимир из истории с детьми Гада и Бнейрувен. Дети Гада и Руби, напомните, получили с правой стороны Ордана территории, которые были завоеваны у царей Сихона и Огая, морейских царей. И сказал им Муше, что если вы поможете завоевать землю Израиля, то потом вы вернетесь на эти территории, и они будут вашими. Если вы же не поможете завоевать землю Израиля, тогда нет. Поэтому учит Равимир, что все условия должны быть двойными. Если да, то так, если нет, то наоборот. Но есть тут и мнение другого мудреца, который считает, что Муше сказал им, если вы не поможете завоевать землю Израиля, тогда вы, конечно, не получите территории с правой стороны Ордана, но вы да, получите территории, которые вам положены с западной стороны Ордана. То есть эти территории вы не потеряете в любом случае. Если не захотите помочь всем коленам завоевать свои территории, то значит, вам будут ожидать те территории, которые в любом случае вас будут ожидать с западной стороны Ордана. Поэтому нужно было двойное условие. Так вот, с точки зрения халахи, Рамбам постановляет, как мнение Раби Мейра, что во всех условиях нужно двойное условие. И еще есть много других условий и условия, так сказать. Правильное составление условия. Есть много разных условий для этого, чтобы условие работало. Например, условие должно быть выполнимым, условие должно быть поставлено до самой акции. То есть человек говорит, если так сделаешь, то так-то и так-то будет. А не наоборот, будет так-то и так, если ты так сделаешь. В общем, есть целый ряд, так сказать, условий для условия. Правильное. Условий для Танай. Но есть мудрецы, которые считают, что это только было в отношении Кедушина и Гитина строгость особая. Что мы следуем Раби Мейру в этом. Но в основных законах бизнеса можно не беспокоиться обо всем об этом. Действительно, вот Рашбам, например, приводит к прокнатии Баба Батра. Мы видим, скажем, что, когда дают, вот недавно в Суккот, да, когда дают четыре растения другому, у кого нету. Матана, Альминатли, Ахзир. Подарок с условием, что тот вернет. Но мы не делаем двойных условий, что если ты мне вернешь, то это твое сейчас. А если ты мне не вернешь, то не будет твоим. Или как-то так. То есть вроде двойные условия обычно не ставят. Только вот в Кедушине и в Гете была особая строгость. Но Рамбом, как я сказал, считает, и так выглядит мнение Шухонаруха, что условия всегда нужно ставить в одни. Тут тоже есть много нюансов. Есть условия, есть, например, возможность поставить условия, как говорится, миахшав, сейчас момента. Это тоже обсуждается в другом месте дальше, в Талмуде тоже будет немало про это. В общем, есть очень много разных сложных условий. Условий условий условий. Кое-что из этого как раз на этой неделе будет обсуждаться, кстати, насчет разных условий Кедушина. Но я задаваться сейчас не стал на этом коротком уроке, на Венегрете этой главы. И на этом я на сегодня закончу. Урок посвящался для исцеления, избавления, спасения евреев на Святой Земле от тех, кто их похитил, от тех, кто их ранил, чтобы Всевышний помог и смиловался над своим народом. Продолжение следует...